Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Вырубки ненужных деревьев и установки автопавильонов, которые деньгами нацпроекта оплачивать нельзя. Сведений о подозреваемых и задержанных нет. Программа Экономика. Победилова в прошлом году получила 85 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщают в Минтрансе. 76 миллионов направили на возмещение затрат на наземное и аэропортовое обслуживание воздушных судов. Еще около 9 миллионов на компенсацию снижения пассажиропотока. А он, несмотря на рекордные цифры, начало осени оказался ниже уровня 2019 года. Обслужил Кировский аэропорт. В прошлом году 209 тысяч человек. С этого года из Кирова открылись рейсы на Уфу, Калугу, Егатеринбург. Продолжают обещать полеты в Калининград. В новом году также планируется реконструкция здания аэровокзала. Обещают создать комфортные условия для пассажиров. Возможно, им больше не придется, стоя и без соблюдения полутораметровой дистанции, ожидать вылета в накопители. Аэропорт. Экономика. На 101 АСМ. Завалы мусора, расплата за низкий тариф. Такой вывод можно сделать из заявлений чиновников. Накануне было доложено губернатору, почему рекоператор решил сменить подрядчиков. Старые якобы завершали расценки на свои услуги. Отказ от сотрудничества с ними позволил сэкономить 200 миллионов рублей на транспортировке отходов. Чиновники заявляют, что это позволило снизить тариф на работу Куприта на 7,5%, оплату для жителей Кирова на 4% с 2021 года. Куприт занялся городом сам, но у него не хватило водителей и проработанной логистики. Экономика. В завершении о валютах на сегодня доллар 73,53, курс евро 89,78 рубля. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.